Девочки, всем привет! В этом видео я хочу сделать такой полный обзор на мою косметику Benefit. У меня, как видите, о этой косметике очень много, я ее очень люблю. И, в принципе, есть что вам рассказать, поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной. И начать мне хочется с теней для лица, вот с такой вот палеточки натуральных цветов. Как вы видите, очень красивая палеточка, в форме книжки выполнена. Ну, в общем-то, все вы ее уже знаете. И вот так вот все это выглядит изнутри. Я бы не сказала, что я этой палеткой пользуюсь очень часто, но и, в принципе, нередко. Она у меня постоянно в ходу. Но хочу сказать, что вот эти вот кремовые тени, черные и персиковые, это, конечно, полный провал. Ими я абсолютно не пользуюсь. Если черными, я, в принципе, еще делаю подводку, использую их в качестве подводки, то персиковые, вот эти вот кремовые тени, они просто лежат мертвым грузом. Не выбрасываю их просто потому, что, ну, здесь будет такая дыра и, ну, некрасиво, поэтому лежат. Всеми остальными тенями, в принципе, я пользуюсь, кроме, наверное, вот этого серебристого, потому что он такой очень специфический цвет. Ну, сейчас вам покажу все сводчики. Тени достаточно мягкие, они очень хорошо лежат. Красивые, красивые оттеночки, и с ними получается действительно такой очень нейтральный, красивый макияж. Вот так вот они переносятся. То есть, по большому счету, могу сказать, что палеточка неплохая. В принципе, пользоваться ей можно, но если бы я сейчас покупала тени от Benefit, я бы купила, наверное, в одиночном или там, если есть, не знаю, если честно, двушечки, только сухие тени, чтобы там не тратить лишние деньги вот на эти вот кремовые тени, которые все равно лежат мертвым грузом. Они ужасные. Следующая, это тушь. Тушь их очень знаменитая, это Real. Тушь неоднозначная, тушь своеобразная. У нее неплохая, интересная такая щеточка, она силиконовая, и если вам видно, на конце у нее такой шарик из щетинок. В принципе, достаточно удобно прокрашивать и нижние реснички, и реснички во внутреннем уголке глаза. Но тушь, к туши надо приспособиться. Я к ней приспосабливалась очень долго, практически вот, ну, там, 3 или 4 месяца. Она вот у меня уже заканчивается, и вот только-только я как-то ее распробовала, что ли. Она мне нравится. Нравится прежде всего тем, что она не мажется и не осыпается. Это для меня очень важно. Это один из основных моментов при выборе туши для меня. Ни одна тушь на мне не держится именно так, как вот эта. Кроме туши, там, за 100 рублей от Гурмандис, кстати говоря. Но, в общем, вот эта тушь неплохая с точки зрения стойкости. Она держится долго. Она очень классно удлиняет ресницы. Действительно, реснички становятся просто добровей. У них просто становится какой-то колоссальнейшая длина, неплохой объем. Но если вы наносите чуть больше туши, чем следовало бы, то реснички становятся такими пластиковыми. Они похожи на такие пластиковые опахала, выглядят, ну, не очень натурально. Но если наносить, в принципе, тихонечко, аккуратненько, просто вот одним взмахом каждую ресничку прокрасить и все, тогда реснички получаются вполне себе неплохими, натуральными, длинными. Ну, в общем, да, неплохая тушь, но надо приспособиться к ней. Следующее, что хочу вам показать, это вот такой вот тинт для губ, называется Benno Tint. Он такой вот красного, кровавого, винного цвета. Не пользуюсь им. Не пользуюсь, потому что ужасно сушат губы, но надо отдать ему должное. Он действительно придает губам очень надолго оттенок. Он не съедается практически, ну, полдня точно. Он так впитывается очень в пигмент ваших губ, придает им яркость, придает им сочность. Смотрится неплохо, но губы он высушивает, мои во всяком случае, просто нещадно, поэтому я им не пользуюсь. Следующее средство для губ, это вот такая вот помада. Приобрела ее недавно. Очень красивый коралловый цвет, вот такой вот. В тюбике она кажется очень ярко, но на самом деле, вот посмотрите, она такая полупрозрачная, придает очень красивый цвет и блеск губам. Я ее ношу, в принципе, каждый день. Она подходит для повседневной носки. Очень красивая, достаточно стойкая помада, но немножко подсушивает губы. Тоже чуть-чуть подсушивает. Ее надо постоянно обновлять, что мне не очень нравится. Безумно красивое оформление. Про оформление продуктов марки Benefit, наверное, говорить не приходится. Вы и так все это без меня прекрасно знаете. Оформление классное, конфетное, прикольное. Ну вот сама помада, цвет да, нанесение да, но сушит губы, сушит. И она делает их такими, даже если губы хорошие, гладенькие, то она как-то их, ну так, высушивает, что на губах появляются шелушинки, что не очень, опять же, приятно. Поэтому не очень, не так часто, как хотелось бы, пользуюсь я этой помадой. Да, я включила свет, потому что вдруг как-то резко потемнело. И, в общем, продолжаем. Следующее средство это вот такой вот бронзер знаменитый Hula. Прекрасный бронзер, пользуюсь им каждый-каждый день, без исключения абсолютно. Очень мне нравится, очень хорошо лежит, очень красиво контурирует лицо. И не могу сказать про него вообще ничего плохого. Замечательный бронзер, очень красиво смотрится, не рыжит, не желтит. Очень красивый натуральный цвет. Очень легко наносится. Однозначный мой мастхэв продукт для каждодневного использования. Румяна Королиста, тоже знаменитые румяна. Очень классные, очень они мне нравятся. Они такие очень красивые, сатиновые, весенне-летние. Это просто вот однозначно на весну и лето румяна просто идеальные на каждый день. Я ими пользовалась также и зимой, потому что просто, ну, мне нравятся. Они придают лицу какой-то такой немножко загарный оттенок. Красиво очень смотрится. И лицо становится таким немножко более здоровым, что ли, более ухоженным. Очень я ими довольна. Они очень шелковистые, они очень красиво лежат. Не знаю, надеюсь, будет вам видно. Пользовалась ими зимой, ну, буквально практически каждый день. Одни из моих любимых румян. Следующий румян у меня вот в таком вот виде. Тени не Benefit. Здесь из этой палеточки Benefit только румяна. Называется Sugar Bomb. Красивый румян. Это мои первые румяна от Benefit. Оранжево-такой золотистый, оранжево-сатиновый цвет. Они такие более персиковые, что ли, по сравнению с королистой. То есть у них за счет вот этого вот коричневого треугольничка, вот этого персикового треугольничка, они дают немножко более персиковый оттенок. В общем-то и сама королиста здесь присутствует. Это вот этот треугольничек. То есть это смесь разных румян. Неплохой вариант, неплохой, но вот цвет, цвет чуть-чуть немножко немой, поэтому пользуюсь ими не так часто, как той же королистой. Но румяна классные, ими очень сильно довольна. Они мягкие, они хорошо наносятся, они прекрасно тушуются. Никаких претензий у меня к ним нет, ну, за исключением того, что немножко этот цвет именно мне не подходит. Дальше, следующий продукт, это вот такие вот кремовые румяна Fine One One. Недавнее мое приобретение. Очень интересный продукт. Вот здесь вот ролик. Вот так вот выдвигается. И здесь, в общем-то, такой тройной продукт. Это бронзер, румяна и хайлайтер. Красиво, очень смотрится на щечках. Классно растушевывается, как пальчиками, но я растушевываю дуофиброй. Мак, очень хорошо тушуются и придают лицу очень такой нежный, именно вот такой весенний вид. Очень цветущий хайлайтер, очень красиво смотрится. Один хайлайтер я также наношу на спинку носа и над верхней губой. Классная румяна, классная... Не знаю, я как-то не могу пользоваться кремовыми румянами, но вот этот вот продукт вообще классный, это полный восторг, это очень удобно, это очень быстро, это гораздо быстрее, чем вы наносите бронзер, румяна, хайлайтер. Это очень быстро и, в общем, вот это вот супер вещь. Дальше вот такой вот хайлайтер, знаменитый High Beam. Не часто пользуюсь этим хайлайтером. У меня, видите, маленькая версия. С такой вот он кисточкой. Так вот выглядит он немножко с розовинкой. Неплохое дает сияние, в принципе, достаточно симпатичное, красивое. Но мне не нравится, что он очень быстро застывает, и после того, как вот он уже начинает подстывать, он очень плохо тушуется. То есть его ножны нанесли, тут же быстро растушевали. На вторую там скулу нанесли, тут же быстро растушевали. Не знаю, как-то вот неудобно мне что ли с ним работать. Не очень удобно. Не очень неудобна вот эта кисточка. Не знаю, не знаю. В принципе, по цвету, по сиянию он мне нравится, он меня устраивает. Но мне вот им пользоваться не очень удобно. И следующий хайлайтер, это просто моя любовь, недавнее приобретение, называется WhatsApp. Просто супер вещь. Огонек, действительно, вот такие вот лампочки, получается, как нарисовано. Такое оформление. Здесь заглушечка. В принципе, заглушечку я делала сейчас для вас, чтобы показать вам. Так я ее не использую. Выдвигается вот так вот. И хайлайтер просто супер. Он мгновенно, он, во-первых, очень удобный. Вы один раз проводите и получаете обалденнейшее сияние. Оно без розовинки, как хайбим. Оно, наоборот, с таким золотом. Классный продукт, мне он очень нравится. Я его использую как на скулы, так и под бровь, и над верхней губой, и на спинку носа, и везде, везде, везде. Он просто невероятно удобен в использовании. Очень хорошо, быстро тушуется. Здесь есть еще вот такая вот специальная пимпочка для растушевки. Но я ей не пользуюсь, потому что она вот, ну, к моему лицу не очень приятная. Мне удобнее растушевывать пальчиком. Следующий это консилер. Называется Fake Up. Это новинка. У меня номер 01 Light. И это очень классная вещь. Это увлажняющий консилер под глазки. Выглядит он вот так вот. То есть там вот внутри, вы видите, да, кругляшочек консилера. И по бокам это увлажняющий бальзам. Вот так вот все это дело наносится. И очень-очень такой легкий и увлажняющий именно эффект. Он распределяется отлично просто пальчиками. Я даже кисточки не беру. Мне удобнее его пальчиками распределять. Мне очень нравится использовать его под глаза. По-моему, это просто супер вещь. Я не люблю, да и, наверное, никто не любит, когда консилер сушит кожу под глазами. И без того очень нежную, которая требует постоянного увлажнения. Вот эта вот штука классная в том плане, что она абсолютно не сушит. Я бы не сказала, что у него очень классная кроющая способность. Ну, такая средненькая. Но, в принципе, со своей задачей он справляется. Мне его достаточно. Он достаточно неплохо и перекрывает синяки. И увлажняет кожу под глазами, что вообще вдвойне приятно. Ну и последнее, что я вам покажу, это духи. Называется Саша. Вообще просто какая-то невероятная упаковка. Вот так вот открывается. Классные упаковочки. Просто об упаковках Benefit можно снимать отдельное видео. Вот так вот выглядят духи. Удобные. Ну, это не духи, а туалетная водичка, естественно. На самом деле я их взяла, потому что на мой вкус эти духи очень классно пахнут лилией. После этого я читала состав в интернете и очень удивилась, когда обнаружила, что лилии там нет. А как оказалось, это были пионы. Но духи мне очень-очень безумно нравятся. Они не очень стойкие. Их хватает где-то примерно на полдня. Поэтому использую я их, брызгаю с ними так, в принципе, от души. Но запах просто обалденный. Пионы, они придают вроде как и сладость, такой вот цветочный аромат. И в то же время он не очень сладкий. Он не забивается, вот от него не болит голова, он не приторный. И, девчонки, это, в принципе, была вся моя коллекция продуктов от марки Benefit. Марку Benefit, я повторюсь, я очень люблю. И несмотря на то, что есть продукты как удачные, так и не очень удачные, я практически всеми продуктами, которые я вам показала, я пользуюсь. Ну, если не каждый день, то, в принципе, с определенной периодичностью, да, они у меня в ходу. Про упаковки, это просто отдельный разговор. Я обожаю упаковки Benefit. Я всегда возле их стенда стою долго, все трогаю, выбираю, кручу-верчу в руках. Мне это все дело очень сильно нравится. Такое вот получилось видео. Такой был мой обзор. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Напишите в комментариях, какие продукты от марки Benefit любите вы. Возможно, я чего-то не пробовала и проходила мимо чего-то. И я с удовольствием почитаю и, возможно, попробую. До скорой встречи. Пока-пока.